я приветствую всех кто в эту минуту смотрит этот youtube канал меня зовут евгений киселев и я рад приветствовать на своем канале вновь отца андрея кураева дякона андрея кураева известного богослова и проповедника здравствуйте отец андрей добрый день отец андрей недавно объявил о том что он принял решение уехать из россии почему вы на это решились расскажите пожалуйста я знаю что вы уже об этом говорили поэтому тема не интимная я надеюсь я не влезаю ваше личное пространство с этим вопросом на самом деле в этом вопросе есть красы вполне лично измерение его касаться не касаюсь но есть и нечто более-менее публичное да собственно конечно это вопрос возможности продолжения какой-никакой работы с 2000 с января 2014 года я безработный в россии когда соответственно патриарх уволил меня из московского духовной академии и через администрацию президента из мгу соответственно довольно скоро прекратились исчезли возможности чтения разовых каких-то открытых лекций стало появились здесь на проблемы с публикациями изданиями книг и так далее ну а последнее время чувствуется что конечно же и даже пространство личного блога она тоже перестает быть безопасным по крайней мере именно за публикации в личном блоге соответственно год назад меня судили и приговорили к штрафу с обвинением в дискредитации российских вооруженных сил причем что самое смешное за их действия в гражданской войне 1918-1922 годов по камере так официальная пресс-секретарь никулинского районного суда москвы объяснил тасс в чем причина такого решения суда и так то есть с одной стороны есть проблема работы можно конечно писать в стол в надежде на то что через десятилетие роюсь в сегодняшнем окомневшем г товарищи потомки вспомнит обо мне но дело в том что мой стиль это все таки не совсем академический я все время как раз провоз читать вопросы богословские религиозные с вопросами актуальной жизни людей современной культурной отчасти общественной политической жизни поэтому эта перспектива мне не кажется вполне убедительной и радостной второе насчитает мы единственная возможность продолжать работать и и как-то доносить до людей свои представления получать ответную реакцию это выйти из зоны комфорта как говорится вторая причина то есть в этом смысле мой переезд это трудовая миграция надеюсь что сезонная надеюсь что смена политического сезона который знаменитый стих или иренбурга да разве могут дети юга хоть ненароком ховать во сне догадаться что значит думать о весне вот кроме того вот это вот зона комфорта это самая свободная страна она откровенно переходит в общении со мной в том числе на язык угроз вот и в начале октября этого года официальный представитель московской патриархии заявил что критика за то что кураев критикует патриарха кирилла он во первых сумасшедший это было сказано во вторых соответственно здесь есть все основания для возбуждения уголовного преследования по статье за оскорбление религиозных чувств ну особенность ситуации стоит в том что отличие современной политической ситуации правовой ситуации россии от от россии моей юности от брежневской позднесоциалистической россии эпохи резидового социализма состоит в том что государство отказалось от монополии на репрессии если в поздние советские времена только товарищ майор а может даже генерал мог принять решение о том да что вот этого берем и сажаем а то сегодня по большому счету любой православный активист может инициировать процесс то есть право возбуждаться теперь является универсальным а не только прокурорским соответственно дальше при этом формулировки статей уголовного кодекса таковы что под статью можно подвести что угодно ну например не вполне понятно стоишь дискредитации российской армии о каком сроке идет речь то есть так значит с одной стороны вроде понятно нельзя скредитировать текущую текущие действия этой замечательной армии а скажем что ее действия в ходе второй мировой войны можно только хвалить а то что было раньше вот видите вот скажем представитель суда считает что оказывается можно судить за высказывание о гражданской войне столетней давности так а если я что-то не то скажу по деятельности александра невского который между прочим не только побил псов рыцарей но еще и совершал ряд откровенно грабительских походов по землям финляндии и эстонии вот это тоже дискредитация значит вот оскорбление религиозных чувств чувств это вообще их никак не взвесишь их не проверишь качество этих чувств аутентичность чувствовал каждого свадьба если человек заявляет что они оскорблены но начнут и обязан принять во внимание принять соответствующие меры то есть применить статью вот ну и наконец есть такая замечательная черта современного судебного дела в россии что судьи отучились вносить обрадательные приговоры не умеют не хотят бояться я не знаю но вот факт таков особенно по вот этим политическим и религиозным делам судебная статистика по моему говорит о том что ничтожный процент вообще приговоров по каким-либо делам является оправдательным от мелкого воровства и кончая преступлениями государственными совершенно верно и в этих условиях получается что любой человек который сочтет себя своим гражданским долгом вот этого дьякона растригу привлечь к ответственности он соответственно может стать моим убийцей ну потому что при моем состоянии здоровья я вряд ли долго протяну в камере или где-то поэтому любой срок для меня это по сути смертный приговор и в этих условиях я решила ну не уподобляться персонажу того старого анекдота где человек погибает в пожаре а потом придя на суд господа начинает понять ему что же это господи я тебе всю жизнь служил и молился а ты меня не спас а господь говорит ну я трижды тебе дураку вертолет писал спасательный а мужик все ангела ждал или личного явления бога ну поэтому пока так но если говорить о будущем используя ваш образ из оренбурга увидим ли мы глаза зеленые весны дождемся ли как неуклюже зашевелиться этот самый толстый лед который рисковал россию ну не всем так повезло к или оренбургу не все увидели это вот поэтому гарантировать нельзя то есть однажды конечно наверно да потому что он никогда не говори никогда что вот это навсегда и так далее но во первых это это могут увидеть не все не только лишь все во вторых опять же истории не дают основания считать что перемены могут быть только к лучшему может быть и наоборот а может быть у нас таки введут пресловутый китайский социальный капитал когда полиция контролирует и начисляет баллы или напротив штрафует этими баллами за правильное неправильное поведение гражданина и потом это учитывается совершенно вообще в частной жизни вопросов трудоустройства и так далее да об этом разговор сейчас идет серьезно вот а еще оптира корейских товарищей который свой эксперимент развивают тоже очень долго очень успешно вот поэтому вот нет у меня уверенности в том что даже если перемены придут они будут ту сторону которая желанна была для того же еренбурга или для меня ну хорошо давайте поговорим о тех переменах которые происходили последнее время с тех пор как мы в предыдущий раз с вами беседовали на моем канале например в жизни русской православной церкви состоялся синод приняты важные и в том числе неожиданные решения очень много разговоров по поводу перемещения неожиданного перемещения митрополита тихона шевкунова на крымскую кафедру он теперь у нас называется митрополит симферопольский и крымский как вы можете это прокомментировать с точки зрения церковной и с точки зрения светской ну общий комментарий простой это к сожалению печальнейшая черта церковной жизни то что никогда не поясняет патриархии мотивы своих действий с одной стороны официально считается что епископ это муж того города селения в котором он служит не случайно епархия у которой временно нет епископа он умер скажем да называется вдовствующим по церковным древним правилам апостольским епископ не имеет права менять город своего служения просто вот куда тебя посвятили в этом городе жизнь должен быть и скажем когда четвертом веке григорий богослов который был посвящен епископом какую-то такую занюханную деревушку сосимы где-то в каппадокии на границе нынешней турции и сирии а его потом все-таки позвали служить в константинополь столицу и вот когда собрался второй вселенский собор то недоброжелатели на этом соборе говорили а ты кто такой что ты делаешь здесь ты не можешь быть константинопольским епископом как бы представитель нашего собрания потому что ты совсем езжай туда григорий уехал хлопнул дверью на втором стенском соборе и в сердцах потом написал вспомнили против меня правила давно забыты дальнейшая история этого правила была такова что когда церковь удивительно была связь брачного законодательства церкви и вот этого дисциплинарного как мы знаем у католиков до сих пор не допускаются разводы и повторный брак так вот когда-то также была их православная церковь потом потихонечку но это католики почему так могли операции потому что они жили вдали от императора а византийская церковь она шла при дворе императора и иногда императорам нужно было срочно развестись и жениться ну скажем для получения наследника и так далее да и поэтому патриархам пришлось все-таки с этим смириться и сначала императором совершать повторные браки но потом потихонечку всем остальным так вот все времена когда разрешалось два брака людям и епископ разрешалось два раза приходить в конце концов церковь совершила три законных брака и соответственно церковные правила средних веков разрешали трижды греческим епископам менять место своего служения ну а сейчас правда по со временем это тоже забыто и сегодня любое количество перемещений здесь считается допустимым но заметьте все эти перемещения первое производится без воли народа и священников того региона откуда епископа убирают или куда его посылают что сам по себе является опять нарушением древних церковных правил и практик вот и во вторых без всякой пытки объясниться почему за что зачем и так далее в результате вот понимаете как бы начинаются эти гадания сняли до этого человека повысились и сняли за что повысили зачем и так далее непонятно конечно да вот и причем и сам этот человек за что узнает во первых о своем переводе просто называется из интернет новостей то есть ему не сообщают вот и он сам потом тоже боится комментировать потому что его представление о том как и почему это произошло может не совпасть с представлением патриарха а даже если совпадет а патриарх можешь и что вообще что это мои мнения даже в позитивных ключей нельзя обсуждать и и и такого рода административный истерик и своем мнении тоже они случаются поэтому то что не объясняют это это хуже вот а дальше ну это некая личная судьба этого тихона для местных церковных людей я думаю это большой подарок и приобретение во первых они избавились одного старого дурака этого митрополита в лазаре самовлюбленный товарищ ну и главное ну очень очень ограниченных представлений интеллектуальных кстати говоря западенец западной украины и поэтому конечно же русская весна ему очень не по сердцу при этом он заполонил крым именно священниками чужими для этих из этих мест своими односельчанами западной украины так что поэтому там тоже очевидно тихону предстоит говоря с вами лукашенко перетрахивать и перетрахивать да вот это все непросто но для но в любом случае для людей при появлении тихона это хорошо у него есть человечность какие-то остатки человечности да чувство юмора самоиронии активность все-таки он монах искренний искренний да 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 искренний вот не то что лазарь который скажем мне как одно из последних рассказов которыми про него два дела слышать от местных жителей он собирает элиту крыма генералов спонсоров и так далее на званый обед для того чтобы сварать с них деньги для строительства собора и вот какой-то генерал сидит рядом с лазарем и вдруг замечает что ему мясную еду приносит там на дворе пост он достаточно школьный человек чтобы напоминать владыка а как же так вроде пол сейчас а вы вот мясные котлетки и дети он ведь не думай это для тебя это грех а мои грехи черни замолит вот значит этот вот барин он сейчас в отставке не знаю поедет ли на историческую родину вопрос примет ли там там тоже могут объявить предательным то есть вот судьба лазаря на самом гораздо более интересна чем судьба тихона вот куда он сейчас денется ведь он же перерегистрировал свою епархию как по российскому адресу на бланках епархии значится уже несколько российская федерация республика крым с нефрополи дальше партияльного управления да то есть в киеве ему этого могут не простить поэтому поедет ли он на родину или нет или будет куковать вот в крыму не знаю интересно будет посмотреть сам таких она высказался чтобы это колыма он совершенно справедливо высказался совершенно справедливо высказался я сам неоднократно в былые годы об этом говорил что действительно надо нам сбавляться от нашего москва центризма вот и иногда мир выглядит иначе я очень люблю скажем карту мира сделанную в австралии где вот с австралийской украине все перевернуто да и австралия оказывается в центре мира и соответственно между тихо-миндийским океаном и так далее а как там россия и сша где-то там на переверии типа антарктида на наших картах на шарике живем понимаете поэтому шарик по-любому можно повернуть вот в любой проекции получится неожиданный рисунок так вот для средиземноморского мира нашей из цивилизационной колыбели конечно же крым и кавказ это жуткая даль и для греческих колонистов которые в поисках золотого у нас сюда плавали и для римлян для катуртик это было место ссылки и например в кодексе императора юстиниана это византийский император это 5 век там прямо указывается что да в пятиунт и севастополь вот надо ссылать людей за какие-то преступления но севастополь нынешний севастополь тоже в абхазии вот а например когда екатерина великая отвлевала крым она сделала совершенно грандиозную операцию она зачистила крым от православного христианского населения удивительно как бы христианская царица и как бы под лозунгом освобождение христиана от мусульманского гнета но она вот ассимилируя крым она когда крым еще формально был автономным но русские войска уже там стояли да она организовала в общество насильственную акцию выселение греков из крыма возможно это было сделано для того но там много учета было в этом цели в этом цели может быть одна из них это подорвать саму экономику крыма оставшуюся потому что вот христиане это были христиане той поры в крыму это были в основном горожане люди городских профессий это купцы это ремесленники не земледельцы второе это для письма вероятно что это было сделано для того чтобы потом не ругаться с греческим патриархатом потому что естественно крым издревле это греческая земля это греческой церкви вселенский патриархат вот и екатерина конечно совершенно не собиралась терпеть какую бы то ни было постороннюю церковную власть своей империи и приняв решение что крым будет ей нам она могла поставить вопрос я пока не нашел таких документов но вероятность такая есть надо сделать так что мы не было греческой епархии а для этого это очень просто там должно быть греков соответственно греков привести перевели в мариуполь основали греки мариуполь вот эти мигранты вынужденные вместе с епископом гнатием они перешли вот а после этого уже соответственно крым объявили аннексирован и стали заселять кем попало но вот тут то и был самый интересный эпизод потому что именно в это время начинаются переговоры между петербургом и лондоном о том чтобы сделать крым новый новыми сша а именно крым предлагают заселить английскими каторжниками у англии с этим большая проблема потому что идет война за независимость американские колонии восстали и куда теперь девать преступников некоторое время их держат на баржах на темзе но во первых большая стритмертность во вторых легко убежать англия страна в общество все небольшая хоть и великая британия да и своей сибири у нее нет и и вот тогда они входят с предложением а давайте-ка вот в крым на эту территорию и очень большого труда стоило к не странно послу екатерина в лондоне отговорить царицу от этого проекта с которым она уже согласилась вот после этого англия начинает осваивать австралию так что это история факт вот это не означает что сам тихон считает себя ссыльным нет ну просто он здесь юмором и с определенным знанием истории он отреагировал на вот эти перемены опять же почему потому что он не имеет правда он может не знать правда не имеет правда не сказать но послушайте ведь до недавнего времени было такое расхожее представление о тихоне как чуть ли они человеке который ну мы как-то уже с вами об этом говорили что у президента путина не может быть духовника но тем не менее его называли духовником путины многие утверждали что у него какие-то особые отношения с путиным что он близок путину это что опала или наоборот путину нужен свой человек в крыму который сами понимаете сейчас совершенно особую роль играет ну путина выше головы своих людей в крыму поэтому вряд ли таков мотив а вот что касается его роли здесь ну она могла быть но вряд ли это инициатива путина я думаю что как раз просто и патриарх принимает решение понимал что это как раз такое назначение от которого не откажешься вот потому что ну ну с одной стороны на линию фронта почти что фронтовая командировка естественно вы на особенно после последних обстрелов да и и метрополит тихо никак не может отказаться от такого рода назначения и и путину скорее это в общество понравится потому что какой-то близкий для него человек вот тоже оказался таким не бабушкой да это это скорее плюс для тихона это плюс в том смысле что он правда не так и так у него была мощная пробивная аппаратная сила но сейчас тем паче человеку которого на визитной карточке значится крымский руководитель чего-то крымского да но этот человек что называется на автомате почти что ногой открывает двери московского любого кабинета и любому чиновнику федеральным очень трудно отказаться у него просьбы даже если это не тихо потому что для крыма ничего не жалко скажите по простому сам патриарх кирилл рассматривает тихона как конкурента как опасного противника ну наши епископы и патриархи рассматривают любого человека которого не могут стричь порошок а как как опасность вот по этой причине скажем патриарх алексии ну и тут же кирилл в конце концов вели войну против священников депутатов в начале 90-х годов даже эти священники были вполне ручные типа александра борисова да но все равно или отца алексея злобина из торгской области то все равно брасовые депутаты тот по закону о депутатах вот просто вот нельзя его взять и уволить привести без его согласия дальше раз ты депутат у тебя есть выход на какие-то кабинеты власти куда может быть особенно в условиях такой революционной ситуации смены элит вы того же епископы или у патриарха нет доступа да а он постоянно этот поп какой-то в коридорах парламента там ошивается вот поэтому это одна из важнейших было что называется реформ начала правления для патриарха алексии второго это запретить священникам избирать использоваться пассивным избирательным правом вы не имеете права быть избранными никуда без решения особого начальства то есть соответственно скажем на украине это разрешалось потому что там как бы надо бороться было в том числе с помощью паркс парламентской трибуны вот а здесь считалось что после принятия закона о свободе совести в россии уже больше и нет других проблем и дальше патриарх уже привычно аппаратным путем будет решать все появляющиеся вопросы ну и соответственно тихон как человек которого вот как оказалось есть прямой выход наверх надо сказать что церковные каноны с византийских времен запрещают провинциальному епископу если он оказался в столице а за обращаться государю на привод он только через местного констаноповского столичного придворного патриарха имеет право обращаться к царю это правило не сразу появилось и поэтому сначала были просто фантастические истории значит идет опять же ты это около чуняновские войны времена идет зачистка газа но которая сирийская если не ошибаюсь это не нынешняя газа по-моему так но не уверен да от язычников еще и речиков и вот епископ из этого города приезжает констанополь для того чтобы получить разрешение на эту самую тотальную зачистку вообще-то говоря император его окружение но не очень этого хотят создавать лишнюю точку напряжения и как-то вот ему известно что позиции императора ну скорее против не так чтобы активно но но против что называется за мир давайте статус-кво не будем его трогать и тогда происходит следующее тем не менее этот приезжий епископ он находит придворного какого-то чиновника близкого к императору рассказывать ему свою проблемку и тот говорит мы это решим на днях будет торжество презентация наследника народу великая радость понимаешь в густаре сыночка родился вот давай сделаем так ты во время это я буду держать малыша на руках а ты напиши прошение которым излагаешь все что тебе хочется и подойди ко мне обратись к малышу как к императору и спроси его высочайшего позволения так и сделано и во время этой церемонии когда император хвастается показывать своего первенца народу этот епископ приезжий подходит и соответственно кланяется принцу младенчику вручает ему кладет ему на животик на пузик кладет свою грамоту а чиновник с которым договорился делает так что он своей ладонью наклоняет на головку малыша знак согласия и дружно кричит о ваше величество обращаясь здесь очень трассу смотрите ваш наследник одобрил это прошение императору понравилось то что к его малышу относится столь серьезно потому что любой папа в короне озабочен проблемой преемственности наследства и поэтому на автомате что называется и не читая своим именем тоже утвердил это прошение ну и там кого там казнили опять и так далее тоже частности но такого рода казусы были и отчасти для того может быть чтобы их стало поменьше вот соответственно было принято правило не 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 только через патриарха кстати вот хотел вас спросить вы сказали что свое время патриарх алексей второй запретил священникам заниматься политической деятельностью в частности избираться депутатами советов разных уровней люди постарше помнят священника отца глеба якунина его неприятности его сначала запретили в служении потом вообще отлучили от церкви были с этим же связаны или там была какая-то особая история ну да отчасти с этим конечно потому что во первых вообще он непослушный человек вот во вторых летит на и став депутатом он тем более вы же помните он же создал комиссию по расследовательной деятельности как бы в церковных рядах и это уж конечно совсем никак не могло нравится в это в этом была причина его неприятности и его в конечном счете отлучения церкви да прежде всего в этом конечно то есть соответственно ему поставили как всем этим священникам депутатам поставили выбор или священство или депутатство некоторые типа упомянутого борисова и злобина сложили для себя депутатские мандаты вот а вот вячеслав полосин и глеб якунин предпочли остаться депутатами получен потом принял ислам не знаю есть или нет вот но глеб якунин соответственно в конце концов ушел в какую-то альтернативную православную церковь да то что рассказывал это соответственно житие порфирия газского насчет императора младенчика и так далее ну хорошо а что касается других кадровых перестановок и назначений ну например ведь сменился управляющий делами русской православной церкви так митрополит дионисий я правильно понимаю что это был формально человек номер два в церковной иерархии или человека номер два в церковной иерархии не было и быть не могло при том стиле управления которые есть у патриарха кирилла ну вот я думаю что да один из замыслов патриарха то что он же помню пятый управляющий делами за время его понтификата вот и стоит в том чтобы люди не обживались поработал уходи то здесь даже неважно в чем была та или иная ошибка увольняемого даже не интересно копаться пойти еще что опять же важно это то что мне происходит накопление опыта то есть вот этого управляем управляющий делами его выгнали даже не пустив на заседание синода где его увольняли не дав возможность объясниться не предвив ничего вот и кроме того по сути у него и нет возможности встретиться и приемник а тем более отношения с приемником в этом случае будут сложными и искреннего разговора по душам вот что там шефта начальник наш чего ему нравится не нравится за что тебя и так далее этого не будет поэтому каждый сам ходит поэтому минному полю под названием каприза патриарха вот и взрывается самостоятельно и отправили его куда-то далеко-далеко от москвы я так понял ну омск куда-то туда куда одна известная российская политиканша обещала взорвать атомную бомбу над головами местных жителей это удивительно вот если сравнить с былыми временами если мне память не изменяет полтора или два десятилетия алексей первый возглавлял управление делами московского патриархата ну ну да но во первых тогда это решал советам религии они патриарх и вновь говорю что у патриарха алексии были такие отношения с патриархом пименом что они встречались только на заседаниях сенона а так вся переписка шла между ними через светлом религии мягко говоря отношения были сложные но у патриарха пимена не было административного ресурса необходимого чтобы сменить своего управляющих делами так да совершенно верно так многое поменялось русской православной церкви да скажите мне пожалуйста а что произошло там в отношениях с молдавским митрополитом правильно ли я понимаю что митрополит владимир который является предстоятелем как я правильно понимаю православной церкви молдавии пытается разорвать отношения с москвой да сейчас я об этом расскажу только простите пока как раз обратиться к компьютеру и соответственно вспомнил важную деталь это мои любимые рассказанные истории про это богословение маленького принца я вот сказал что при прибывший этот епископ порфирий газский познакомился с придворным вельможей но он не просто с познакомился как раз вот это не совсем история в мою тему потому что все-таки оказался всем прав именно местный архиепископ столичный познакомил его с этим вельможей а вот стоит обратить внимание что этого местного столичного архиепископа звали иан златоуст вот она как так что там святой святое лукавство и придворное умение вести придворные триги было немало да так что с молдовой с молдовой ну по-моему там тита есть ну там носит на сложное положение местного митрополита он начинал свою церковную жизнь в смоленске чуть ли не церковным дворником сторожем в соборе где служил кирилл архиепископ тогда смоленский вот и к это соответственно связь и определенное обязательство то есть перед кириллом у него давние 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 к средине 80-х годах восходящий годов при этом сам по себе он сиборит ему очень вообще не хочется никак думать на какие-то серьезные геополитические темы ему не хочется строить никакую стратегию это программа и так далее он совершенно согласен что называется плыть по течению но в царском под царским кинобалдахином да вот чтоб его с комфортом вот так вот если каждый раз когда хоть малейшие проблемки возникают церковной эллиптической жизни молдавии это владимир все эти 30 лет срочно уезжал в паломничество просыпалось у него желание то ли срочно то ли на курицу съездить то ли в среднюю румынию то на украину то то в иерусалим вот но срочно 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 и поэтому для журналистов и политиков местных он недоступен но потом когда более-менее что это разрешалось он возвращался снова да но последние годы по моей информации для него все это сильно стало довольно неуносимо прежде всего потому что румынская румыния как центр протяжения по ходу дела все более более приближалась к своей луне по имени молдавия вот и момент поглощения он так не то чтобы совсем за горизонт и вот во первых когда-то евросоюз потребовал еврейский суд потребовал от молдавских властей легализовать статус к румынской епархии находящийся бессарабии в молдавии 90-е годы вслед в следуя политики кремля кишинев не признавал юридический статус этой бессарабской метрополии в румынской версии там же ничего делать сложно потому что когда во время наполеоновских войн русско-турецких войн русские войска захватили молдавское княжество то соответственно они поставили там своего человека митрополитом без ведома коснопского патриарха по которому подлежу без ведению ведению которого подлежали соответственно эти края где-то с 1401 года это была метрополия вселенского патриархата а до этого как ни странно киевская метрополия но это отдельная история если хотите могу рассказать но в любом случае когда но киевской митрополии она же вселенским патриархом была поэтому вселенский патриарх был в праве менять границы своих епархий пришла доблестная армия русская и она назначила свою уставленку то митрополита и это митрополит был за это лишён сана сенодом консновской церкви бедулеску бодяну да как его там вот недавно пару лет назад при этом патриарх кирилл канонизируя причислил к лику святых этого перебежчика но у румынской церкви естественно есть все основания были считать что это украденная епархия и они не соглашались с этим да и вот когда с 90-е годы то они тоже решили назначить своего человека на эту бессарабскую епархию не при этом не осуждая то есть вот точно так же действует консенополь в отношении украинской церкви консенопольский патриарх не объявляет войну москве то есть он не осуждает киевского митрополита по версии москвы митрополита ануфрии его епископов вот он просто говорит что консенопольский период что вы просто епископы живущие в киеве а вот киевский епископ это вот тот который вот соответственно избирает православный церковь рейнс живущий по моему томасу да вот нечто подобное делает и бухарест вот он говорит что историческую бессарабскую епархию мы возрождаем но молдавские власти и не долго не регистрировали европейский составил в конце концов это сделать ну а дальше пошло поехало потому что румынская церковь соответственно выделить там церковь полу государственная у нее довольно хорошо все с деньгами там священники получают государственную зарплату это довольно неплохо где-то около 1000 евро месяц вот это помимо там доходов от трепа так далее да соответственно они предлагают священникам живущим молдаве переходить к нам тоже получите зарплату естественно что мы румынское стим образование гораздо более привлекательно чем молдавское сейчас огромное большое количество церковной молодежи получил уже получил за эти 30 лет богословское образование в румынии кто-то остался там кто-то вернулся вот но в любом случае то есть эти связи они очень личностные крепки да и в общем стало понятно что и новое правительство молдова президента сам туда эта политика на более тесное сближение с румынией в частности потому что они боятся что и украинский фронт наступит на них очередной раз вот и в этих условиях по-моему даже сам мистер владимир мне так говорили да что он сам так потихонечку просят молдавские власти но пожалуйста ну ударьте меня но чуть-чуть ну вот устройте гонение на меня чтобы я мог предмосковь оправдаться что вот у меня ситуация ужасная поэтому опустите меня на свободу пока его уговоры не реализуются никаких там гонений притеснений русская церковь версии митрополита владимира в молдове не испытывает но тем не менее до настроение конечно же на уход и не случайно до был скандал когда где-то год назад митрополит владимир приехал на заседание синода и и соединили с праздником сергия радонежского и на весь мир была трансляция этой службы где соответственно получалось что митрополит владимир молдавский спокойно стоял когда патриарх защитил свою любимую молитву о победе над украиной и балдаве это был скандал в следующий раз владимир уже не приехал на праздник на заседание синода ездит а вот на праздники нет чтобы в службе с патриархом не участвовать еще интересный был еще отголосы кто того скандала тоже вот недавно летом есть не ошибаюсь когда архиеписк митрополит казахстанский александр вот точно так же он на синод приехал но на службу не пошел с патриархом опять же что потом не было обвинений что он имперскую молитву слушал и соучаствовал в ней так что русский мир патриарха кирилла он так потрескивает вот и по молдавскому разлому разлому сант владимир тоже ну а как вы можете прокомментировать принятие верховной рады украины закона который запрещает деятельность организации имеющих центр управления в другом государстве но по-хорошему упц который как бы не мп должна была бы дружно аплодировка часть да 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 давно пора и кстати это не про нас потому что мы никакой такое починить не знаем у нас его нет вместо этого не очень умные адепты этой структуры начали прочитать кошмар это закон против нас но и с российской пропаганды тоже сразу же это законно запрещающий деятельность вот нашей церкви да то есть москва четко ставит печать своей собственности на этих людей тем самым загоняет их какой-то вот в такой загончик искать в которой со в котором совсем изъятно было было оказываться да но правда вот уже вчера официальный спикер архиепископ климент спикер упц заявил вот именно то что я и предлагал что нас это не касается мы дескать не подчиняемся но это он предшествовал дружный крик сотен других блогеров из украины не говоря уже московских о том что ай-яй-яй нас запрещают а что вы взяли что нас на варе и шапка горит известная поговорка вот но формулировки что это упц запрещается или русской православства когда эти формулы в законе нет там сказано формула которая запрещена акцентации в россии страна агрессор вот ну кстати она не названа тоже да поэтому это тоже что называется на усмотрение суда и правоприменителя а как вы можете прокомментировать позицию которую заняла русская православная церковь по отношению к событиям в израиле ну прежде всего опять же характерна позиция молчания отсутствие чего нет нет осуждения террористических нападений хамаса вот этого мы из уст патриарха кирилла не услышали то есть какие-то призывы вообще ко всем вообще давайте жить дружно это было дежурные слова соболезнования всем вообще жертвам всякой военной активности тоже было а вот конкретного осуждения тех событий которые послужили спусковым курком к этим событий к этой войне не было не было почему ну мы же с вами видим и позицию общем более-менее официальную кремлевской дипломатии в общем есть судить по российскому телевидению но это плохо скрываемая радость то есть во первых это отвлекает внимание от украинской проблемы российского украинского конфликта во-вторых конечно же ослабляет возможные ресурсы западных союзников израиля и украины вот это во-третьих опять же порождает у кого-то еще в мире потребность союзе с кем бы то ни было пусть даже и с путиным так что вот очередная такая ось хамас там часть мусульманского мира китай северная корея россия вот эта ось вполне себе выстраивается а существует ли в русской православной церкви антисемитские настроения да конечно они были более-менее всегда вот но если в 90-е годы их было принято стесняться и как бы подавлять том же административным ресурсом было скажем распоряжение патриарха алексия чтобы в церковном официозе в журнале патриархии не публиковали статьи петербургского митрополита и она ничего который вполне такой был человек антисемитских открытых антисемитских позиций да вот но сегодня даже этого уже особое мне кажется не стесняются настроение да есть вот очень у многих церковных блогеров спикеров и так далее есть как и не церковных россии есть устойчивая привычка польза словом либерал вместо того любимого имя слова жиды которым они бы предпочли конечно вот так что это все очень хорошо заметно я таких людей постоянно вижу своем блоге среди комментаторов ну а среди иерархов рпц есть убежденные антисемиты ну безусловно есть я думаю даже труднее найти того кто не был бы им и кто искренне бы считал что это плохо это касается это скорее в этой среде мне кажется это скорее некая зона очевидности так кирилла это касается тоже вопрос чуть более сложный потому что вот сказать не могу в политическом смысле он безусловно готов быть антисемитом в смысле дружить с врагами израиля в этом смысле да это да на личностном уровне не знаю не доводилось с ним обсуждать эти сюжеты и видеть какие-то личностные его реакции а грешил ли этим в его предшественник алексей второй у него и туда было было и действия с этому каких-то людей он интересовал сайт и не еврей я положить на ответ вызывал у патриарха соответствующую реакцию что значит не берем его свою команду вот даже так до кадровая политика строилась по советским традициям так получается как она могла бы строиться иначе но нет в 90-е годы это пропало ведь все таки многое советское было вполне органично и поэтому могло существовать и без поддержки кпсс и кгб я обратил внимание на то что вы своем телеграм-канале отреагировали на историю про то как сейчас поставили копию памятника муравьеву вешателю в калининграде как вы думаете почему именно в калининграде вдруг но он покоритель и замеритель всего так называемых западно-русского края да вот и конечно ему присниться не могло что он в кенигсберг будет наводить русские порядки но за неимением доступа к вильнюшу приходится хотя бы в кенигсберге ставить памятники полицейским и к этому тоже рпц относится одобрительно да конечно местный митрополит калининградский он присутствовал на этой церемонии открыть этого памятника где-то год назад я обращал внимание на именно церковные публикации которые от всецело одобряли именно вот муравьёвы что это образец православного верного политика и так далее всякие доклады на церковных конференциях шли барабан и сейчас уже на политика который казнил польских католических священников но видели в православной среде не принято стесняться насилия этой государственной мудрость так надо пусть боятся нас вот и например если вы зовете не ко мне в телеграм а в телеграм-каналы типа холмогорова или там кирилла фролову вы там увидите просто полную коммунизацию муравьёва вот в связи с этим это памятника что это вот просто идеал православного государственного деятеля у меня нет слов последующий будет увековечен таким образом ну иван грозный без всякого сомнения вот а дальше ну конечно же все с трепетом ждут иосифа и соревновича в списке святых и вообще образцовых деятелей ну мне кажется это в этот период мы уже вступили сами все памятники открываются массовом порядке порой даже священники приходят на открытие памятников сталину вот но патриархии пока еще на некоторое он еще и надо стесняется это но все будет я думаю что мы доживем до дня когда соответственно митрополит звездой или патриарх звездой не с гениалисимусом не строится в портрет гениалисимуса в 3 устроить себя так и до канонизации недолго ну по крайней мере в риторике да официально даже мог бы это не сделать в риторике богомудрый вождь это же говорилось с конца сороковых годов уставим патриарх алексей 1 наш богомудрый вождь богоданный вождь но если серьезно может вообще до этого дайте ну если будет отмашка сверху потому что у кремля все-таки тоже двойное двойственное отношение к этому мы это видим можем судить даже по телевизионной программе да когда чередуются фильмы восхваляющие сталина и фильмы про репрессии и репрессированных лиц то есть пока еще такая через полосица даже в государственных телеканалах да поэтому значит однозначного решения не принято ну а иван грозный на днях я как раз листая телевизор наткнулся на фильм победа называется название ни о чем а на самом это художественно документальный фильм о совещании в хельсинки 75-го года и снят он великолепный актер имя андрей миронов там понимаете это далее на звездный состав там по повести чаковского чаковский это который блокада писал и так далее да и там масса документальных кадров гречи брежнева там на этом совещании и прочее вот но фильм сам все художественные он сопрягает как бы вот совещание в подсдаме и совещание в хельсинки но есть там замечательный эпизод когда по ходу этого фильма труман сообщает сталину что вот мы испытали чудо оружие а сталин придя к свой кабинет тут же где цените меня с курчатова и говорит ему значит так по всем вопросам по этим обращайтесь к товарищу устинову эти фильме нарочито часто показывается молодой громыко понятно он в это время как бы главный человек министерственного отдела но это маленькая реклама устинова она тоже устинов ни малейшего отношения к ядерному проекту не имел это брия я думаю что не стал бы сталин звонить курчатову получив известие об американском испытании он бы берию спросил да но имя берия тогда было еще запрещено в 75 году в советской массовой культуре поэтому соответственно сталин обращается к устину хорошо что не к полковнику брежнева в конце концов вот но ты сейчас тоже такое несколько двойственное отношение поэтому пока еще не канонизация нет а вот если говорить о фигура далекого прошлого иван грозный может поставить церковь вопроса его канонизации ну конечно может вот и опять же я думаю что это будет скорее требование идущие снизу во первых из широких масс чиновников вот то есть нужна задача простая оправдать любое государственное насилие которое творилось именно российской властью из москвы или петербурга вот то есть наши государя ошибаться не могли то есть ошибались они и редко придавали национальные интересы как раз когда давали слабину вот в этом смысле сомнительный царь николай второй хоть формально святой к же совсем плохой горбачев ельцин да тоже вот они давали слабину потому что при них империя не расширялась а наоборот а вот те которые расширяли наши земные пределы это явно богоугодные люди и это святые нашей государственной религии гр государственной религии россии а православие это просто не более чем одна из модификаций это более тотальной религии гражданской религии россии и в случае с иваном грозным будет забыто то что он творил по отношению к русским православным священникам своего времени к иерархам православным найдут оправдать найдут найдут тем более что ведь сами же православные иерархи и это все уже оправдывали не будем забывать что же митрополит филипп был смещен своего места и лишен цена судом епископов все остальные епископ земли русской собрались и проголосовали как нужно царю батюшки да действительно так оно и было а другие русские императоры кто-то из них как вы думаете будет канонизирован в общем возможно император павел возможно пират александр первый пират александр первый а не как комператора как старец федор кузьмич то есть старец старец федор томске он канонизирован уже но просто пока официально нет знака тождества, что это и есть Александр Павлович Романов. Легенда есть, это так, конечно, очень красивое событие, легенда очень красивая, и как раз очень антигосударственная на самом деле, антидержавническая. То есть рассказ о том, что царь вдруг стал, покаялся и ушел, это удивительная история. Конечно, если это так, это была бы жемчужная русская национальная история. Вот с императором Павлом, да, часть такой юродивой на троне, и в народе было его почитание, надо сказать, в XIX веке. А Александр II освободитель? Ну, там у него любовницы были, нет, по церковным канонам никак не проходят. Никак не проходят? Нет. Причем, как бы не то, что даже любовницы были, а как бы это было слишком известно. Любовницы-то были практически у всех государств. Я понимаю, но не все это делают с трамплина, понимаете? В бассейн писают все, но не все это делают с вышки. Поизвестный анекдот. Да, хороший анекдот, это правда. Ну что, отец Андрей, спасибо вам большое за очередной разговор с вашим покорным слугой. Спасибо, что были опять в гостях на моем канале. Терпения вам. Спасибо. Трудный период в вашей жизни. И удачи. А я благодарю всех, кто нас смотрел. Как всегда, прошу не забывать ставить лайки, подписываться, задавать вопросы, оставлять комментарии. И всего всем самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok